В последнее время некоторые круги общественности пытаются убедить, что как только российские войска покинут Армению, через 8 минут в Армению войдет армия НАТО. Есть страна НАТО. Армия, которая может войти в Армению за 8 минут, — это турецкая армия. Один из тезисов, выброшенных на поле теми же кругами, состоит в том, что Россия является причиной вражды между Турцией и Арменией. В Карабахе — более 100 тысяч граждан Армении, которых они собираются защищать. В истории человечества никогда не было такого, чтобы страна отдала 100 тысяч своих граждан, чтобы бросить их в пасть врагу. Об этом сказал военный эксперт Карен Вартанесян. Что касается возможности развязывания Азербайджаном крупномасштабной войны, то военный эксперт подчеркивает, что они будут повторяться постоянно, в малом или крупном масштабе. Люди не понимали масштабов трехдневной войны в сентябре. Она была гораздо крупнее по своим масштабам, а количество потерь в 3-4 раза превышало заявленное. Что касается перехода от трехмесячных сходов к 25-дневным, то рядовому гражданину, на первый взгляд, это может показаться позитивным изменением. Но это не только беспощадная трата государственных средств, но и порождает множество проблем. Например, как может человек, служивший в армии 20 лет назад, после 5-дневной подготовки, удержать позицию на передовой или столкнуться с бойцами азербайджанского отряда специальной подготовки командос? Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!